Всем добрый день, всем здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Зовут меня Ольга, Ольга Е1. Вы находитесь на моем канале о моих увлечениях. Сегодня мы с вами подводим итоги уже сентября. Вот так быстро летит время. Сентябрь был не столь плодотворным, как август. Быть может я просто немножечко расслабилась. А быть может просто начались те самые обычные будни, когда на рукоделии остается не так уж много времени. А вечерами хочется проводить время с семьей. Итак, у меня есть моя волшебная петрадочка, в которую я записываю результаты своих трудов. Смотрите, как прекрасно. Даже солнышко выглянуло и сказала нам привет. Итак, будем подводить итоги. Я буду рассказывать, что же я успела завершить в этом месяце. Надо отметить, что в этом месяце я начинала несколько сюжетов по вышивке. Как я уже не раз говорила, я читаю, вяжу и вышиваю. Занимаюсь спортом, совершаю покупки. Обо всем об этом рассказываю вам в своем блоге. Но сегодня тема готовых работ. Начнем мы с вышивки, потому что у меня есть завершенные небольшие сюжетики. В прошлом году осенью я вышивала вот такой вот сюжет от Жарптицы, по-моему, да, эти сюжеты. Но у меня эта схема электронная. Ниточки подбирала я сама. Этот магнитик провисел целый год. Я решила, что пора. Грибной сезон должен был начаться, но у нас никак не начнется. Нет дождей. Но зато на моем холодильнике выросло еще три вида грибов. Это вот такой вот сюжет. Это все один и тот же набор. Наборы на самом деле стоят недорого, но я их не покупала. Но ввиду того, что у меня просто были материалы. Вот такой вот сюжет. И недавно я завершила вот такой вот яркий, красочный сюжет. Иногда мне казалось, что ниточки я подбираю не совсем правильно, потому что подбирала я их действительно на глаз. Даже не смотрела, какие номера. Обычно, знаете, как бывает, люди разбирают все по номерам. А у меня там такой сыр-бур в остатках. Это действительно настолько остатки-остатки. Я уже не помню, что от какого набора. Я просто вижу цветовую палитру и думаю, так это сюда подойдет. Вот так прикладываю. И, в общем, получается, что получается. Но на самом деле, мне кажется, даже если издалека посмотреть, ну, они такие, конечно, понятно, что мультяшные, но достаточно реалистичные. Можно понять, что, как и где. Вот. Но если вы только начинаете вышивать, я вам рекомендую все же взять набор. Он стоит порядка там 350-400 рублей. И спокойненько себе вышивать уже теми нитками, да, теми материалами, которые приложены непосредственно в наборе. Также магниты. Это у меня магниты, которые были 100 лет назад найдены в шоколадке. Поэтому тоже здесь подсказать не могу, где их взять. Вот такие небольшие готовые работы у меня есть по вышивке. Больше ничего нет. У меня на конве очень много крупных сюжетов, которые мы с вами продвигаем во влогах. О планах и о продвижениях мы с вами будем разговаривать непосредственно. Еженедельно будем встречаться и об этом говорить. Итак, теперь мы переходим к самому интересному. Многие любят говорить о вязании. Я же как-то, знаете, вот, не знаю, потерялась немножко, что ли. Надо как-то себя взбодрить. Скажите, как вы ищете вдохновение? Или наоборот, вот вы настолько занимались огородными делами, садово-огородными, что теперь с удовольствием вяжете? А я же все лето вязала, и осень для меня не ассоциируется с началом нашего сезона вязального. Но, тем не менее, готовая работа у меня есть. Итак, первая готовая работа, которая у меня свершилась, это вот такие носки. Связаны они из троицкой пряжи водопад носочного состава, где в составе есть нейлон. Они у меня были вот такие уже полосатые. И вот таким образом легли секции. Здесь вначале вывязывается одна часть носка, потом подсоединяется, вернее, я не присоединяла новых нитей, все вязала от одного мотка. Потом вяжется задняя часть носка, и потом вывязывается уже носочек вниз. И резиночка вяжется отдельно. Кончиков не так много, но они все же есть, потому что резиночка вяжется отдельно. А, в принципе, начало носка здесь, окончание здесь, ну и два дополнительных кончика. Вот такая конструкция у меня получилась. Вязала я эти носки по описанию вот из этой вот книги от издательства Эксму Бамбура. Это была новинка. Я хочу сказать, что в этой книге представлены модели необычные. То есть именно техника вязания необычная. Но я столкнулась с одной проблемой при вязании. Это непонятность в описании. Для меня непонятность, потому что мы привыкли к несколько иным видам описания. Все дело в том, что это перевод. Потому что автор иностранка Эн Батт. Проживает она в штате Колорадо. И она является редактором знаменитого журнала. Пишу, как называется. Она автор множества книг именно по технике вязания и стилистике трикотажных изделий. Мне кажется, все дело в том, что при переводе переводчик, может быть, сам не вяжет. А может быть, он так понимает. А может быть, он дословно переводил. Я уж не знаю. Но у меня была проблема при переходе... Так, где же у меня была проблема? По-моему, при переходе, когда я уже вывязывала, знаете, вот эту вот часть носка, я уже решила так. Посмотрела на картинку. По картинке это все уже стало логически понятно и ясно. И вязала уже так, как вязала. Ну и мысок я закрывала не так, как представлено в дизайне, а так, как мне больше нравится. Здесь мой... Ну, самое обычное закрытие мыска. Я думаю, многие так закрывают, потом закрывают иглой. Сначала уменьшают, да, в каждом ряду, потом закрывают иглой. Так я и поступила, потому что этот вид мне больше всего нравится в носках. И поэтому думаю, ну что экспериментировать, если мне хочется так. Значит, будет так. Здесь 18 авторских носков. И эта книга, мне кажется, несмотря на то, что есть некоторые нюансы, да, в понимании восприятия описанного, мне кажется, из всего, что я видела, по крайней мере, относительно носков, эта книга самая толковая. Потому что здесь действительно просто описание. Здесь нет лишней воды, когда нас с вами вводят в... Может и есть, но его так немного. Нет, вначале, конечно, да, есть выбор спиц. У нас две пары или круговые, разновидные способы вязания и вязание сверху вниз. Все. В общем и целом, на 20-й, даже на 19-й странице начинается уже описание носков. Первые носки самые примитивные, которые мы все с вами вяжем, а остальные дизайны несколько необычные. Если вы впервые видите книгу, я хочу вам показать вот-вот-вот-вот-вот-вот дизайны носков, которые здесь представлены. И это все описание этих носочков. Дальше, если... Вернее, когда я буду вязать следующую пару из этой книги, я вам тоже буду рассказывать о своих эмоциях, но, скорее всего, во влогах. Ну, раз уж мы коснулись книг... Нет, давайте книгу оставим на потом. У меня есть еще... Итак, носочки весят 70 грамм, вязала из водопада. У меня есть еще берет, связан в этом месяце. Связан он из пухонорки в три сложения. Он достаточно толстый. И эта пряжа, приобретенная на Вайлдберрис, прям очень пушистая, волосатая. Я ее даже не выдувала, ничего с ней не делала, не отпаривала, ничегошеньки. Цвет потрясающе красивый красный. Вот он такой. Яркий, я бы сказала, алый цвет. Вот с такой вот пипкой. Самое простое, примитивное описание. Я сделала словесное описание, то есть сколько петель, где, как. У меня есть на Дзене статья. Она вышла в сентябре 2023 года. Если вы меня вдруг смотрите позже, заходите на мою страничку. Там в папочках, кстати говоря, уроки вязания, по-моему, туда я тоже прикрепила, чтобы легче было найти. Самый примитивный, простой берет. На самом деле, я думала, что береты вяжутся как-то сложнее. А оказалось, что берет связать легче, чем шапку. Ну, по крайней мере, у меня остались такие впечатления относительно этого берета. У меня было два матка пухонорки. И я вязала, конечно, я в описании об этом говорю, по-моему, одна дополнительная нить и три нити пухонорки. Вот так, как-то так. И расход у меня составил 65 грамм. То есть, в 50 грамм точно не уложится. Следующую беретку я бы связала чуть больше диаметром, чуть-чуть. Потому что, мне кажется, не хватило объема. Но, опять же, нужно пробовать, да, потому что некоторым идет объем, некоторым объем не идет. Однажды, всего лишь однажды до этого, я вязала берет, и он был слишком объемный. Это был такой, знаете, шляпок. Знаете, вот бывают такие, грибы переростки. Вот из этой серии он был. И с тех пор я береты не вязала, считая, что они мне не идут. Просто размеры нужно учитывать. Так, 65 грамм весит этот берет. И главное, и ключевая моя готовая работа, которую нужно, конечно же, вывернуть, потому что я всегда особенно светлые вещи в шкафу храню в вывернутом состоянии, да, то есть изнанкой на лицо. Ну, потому что всякое бывает, мало ли чего там, где что коснется. А с белого, ох, любит солнышко нас. Посмотрите, да, что творится. Ведь тучи, тучи и облака. В общем, показываю на картинке, как это изделие смотрится на мне. А на фотографии кружилась, вертелась, также во влогах показывала. Связанное изделие снизу вверх. Две части я вязала раздельно перед и спинку. Соединяла по плечам методом трех спиц. Боковые швы у меня идут матрасным швом. Здесь идеально, видите, уложилось в рисунок. То есть ничего не видно. Закрывала иглой уже в последующем. Также все закрывала иглой. В-образная горловина, что для меня не характерно. Да что же это такое сегодня. Набирала рукава по кругу, вязала. Мои любимые широкие рукава. Пряжа эта, акцентирую внимание, пряжа эта бобинная, стоковая. Приходила она мне очень давно. Уже год, наверное, два даже она лежала. Я даже что-то пыталась из нее связать. При вязании пряжа была неприятная. Она немножко ворсистая. И по составу здесь 50% мереносовая шерсть и 50% полиакрил, полиамид, не знаю. Было заявлено. Но изделие достаточно легкое получилось. На 46-48 размер. Да, 280 грамм всего весит. То есть расход колоссально маленький, я бы сказала. Смотрится изделие хорошо. После ВТО пряжа просто шикарно преобразилась. Артикула я не знаю. Его и не было прописано на самом деле. При покупке вот он как шел, так и шел. То есть это сток. И подсказать вам, что это за пряжа, я не могу. Поэтому петь особо дифирамбы самой пряжи не буду. Но надо отметить, что она мне очень и очень понравилась. Мне кажется, даже когда я покупала, это была всего одна единственная бобинка. И самое интересное, я впервые столкнулась по опыту, что после ВТО, вернее во время ВТО, светлая ниточка настолько сильно отдала краску. То есть она стала желтая. Вода прям желто-оранжевая какая-то стала. То есть настолько она была пропитана. Вязать было неприятно. Но вот после это просто шедевр получился. На этой изделии у меня есть описание в PDF формате. Приобрести можно на Boosty. Как всегда, ссылочки в описании. Всем огромное спасибо, кто участвует в вязании тех изделий, которые я вам транслирую. Итак, и это все по вязанию, дорогие друзья. Сказать даже больше нечего. 415 грамм связано, довязано и точно идет в мой гардероб. Будь может не только в мой. Может быть, я носочки подарю. Берет хочется носить самой. Но голова одна. Как вы знаете, вязаных изделий у меня много. Значит, 415 грамм связано в этом месяце. Да и прочитана всего одна книга. Это Даяна Морган София Никодимова «Королева лис». Начинала я ее читать. И знаете, она у меня периодами шла очень медленно. Особенно я забуксовала, когда появилось множество героев. Это у нас с вами фэнтези, молодежная фэнтези. Современный мир. Из современного мира мы, как попаданцы, попадаем в мир иной. В мир, где есть колдовство, магия, школа магии. И здесь у нас с вами 3 молодых человека. Из настоящего попадают в мир непонятный. Я бы не сказала, что прошлого. Потому что в действительности этот мир как будто бы и не существует. Попадают они сразу в школу, в школу магии. Они уже, будучи здесь еще у нас с вами, у них появляется магия. Значит, одна девушка обладает магией огня, вторая магией воды, льда. И третья магией невидимки. И вот разворачиваются разного рода события. Надо отметить, что это первая часть книги. Вернее, книга должна была быть одна. Но издательство решило, что их станет две. Потому что по объему на одну она не тянет. И самое интересное у нас с вами начинает происходить в самом конце книги. Которая просто у меня полетела. И я ее дочитала буквально за два дня. И начала сразу читать следующий том. И вот следующий том, он уже прямо в буре событий мы с вами попадаем. Читаю. А потом расскажу уже в последующем, чем же дело-то закончится. Ну а пока, пока я ставлю, даже не буду оценивать эту книгу. Потому что она не завершенная. Все будет зависеть от финала. Но читать интересно. Я думаю, молодежь должна оценить. Если любят такие вот фантастические истории. Дорогие друзья, и на этом у меня все. Но также я хочу отметить, что действительно я начала несколько новых сюжетов по вышивке. По книгам очень хочется начать читать что-нибудь классическое. Осень всегда говорит о том, что хочется классику перечитать какую-то. Что это будет, я не знаю. Ну и встретимся с вами во влогах. Будем продвигать мои процессы. Дабы в октябре месяце мне было, что вам показать в итогах. На сегодня у меня все. Всем огромное спасибо за внимание. И всем пока-пока. Спасибо. Спасибо.